Друзья, приветствуем вас на канале Криптокоммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Биржа Poloniex приняла решение выплатить штраф в размере 7,6 миллиона долларов для урегулирования претензий казначейства США. Верховный суд США рассматривает возможность сокращения кругополномочий, комиссий по ценным бумагам и биржам, а также комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Банк JP Morgan приобретает First Republic Bank после его ареста к калифорнийским финансовым регуляторам. NFT Marketplace Blur производит революцию в NFT-кредитовании, запуская новый собственный P2P протокол. И в завершении выпуска интересными наблюдениями и аналитикой по рынку с нами поделится Олеся Урастане. Оставайтесь с нами. Биржа Poloniex приняла решение выплатить штраф в размере 7,6 миллиона долларов казначейства США в рамках полученных от него претензий. Базирующаяся в Бостоне криптовалютная биржа заплатит колоссальные 7,59 миллиона долларов за урегулирование обвинений в нарушении санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США OFAC. Согласно пресс-релизу, опубликованному OFAC, платформа совершила более 66 тысяч нарушений многочисленных программ санкций. Эти нарушения позволили клиентам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии торговать на общую сумму до 15 миллионов долларов в год в период с января 2014 по ноябрь 2019. Биржа Poloniex начала свою деятельность в январе 2014, при этом не реализовывая программу соблюдения санкций вплоть до мая 2015. Данная программа требовала проверки информации KYC для всех новых клиентов, которые проживают в местах, на которые распространяются обширные санкции OFAC. Но данная процедура проверки не применялась задним числом для всех ранее зарегистрированных клиентов. OFAC также подчеркивает, что несмотря на то, что Poloniex предприняла усилия по определению и ограничению учетных записей, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией, в рамках своей программы соответствия, некоторые пользователи, которые, по-видимому, находились в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex, осуществляя транзакции с криптовалютой. В итоге регулятор своим правоприменением подчеркнул важность того, что новые компании и те, кто занимаются новыми технологиями, с самого начала включали соблюдение санкций в свои бизнес-функции. Что здесь можно сказать? Нашли иголку в стоге сена, при этом сам стог оставили нетронутым. Вот это поворот. Верховный суд США рассматривает возможность сокращения полномочий SEC и CFTC США. После недавнего столкновения между Комиссией по ценным бумагам и биржам США SEC, а также Комиссией по торговле товарными фьючерсами США CFTC, новое рассмотрение Верховного суда США потенциально может ограничить регулирующие полномочия двух агентств в отношении крипторынка. Верховный суд США рассматривает вопрос об отказе от правовой доктрины, которая дает регулирующим органам, таким как SEC и CFTC, полномочия решать свои собственные вопросы регулирования. В случае с CFTC председатель агентства Ростин Бехнам недавно заявил Комитету Сената, что эфир – это товар, что резко контрастирует с аргументом председателя SEC Гэри Гэнслером о том, что все токены, кроме биткоина, попадают под действие закона о ценных бумагах. Поэтому новое решение Верховного суда, которое должно отменить решение от 1984 года Chevron Inc. против Совета по защите природных ресурсов, лишит такие агентства, как SEC и CFTC, последнего слова в вопросах, где нет разумного обоснования или ясности в соответствии с законом, сообщает Bloomberg. Реагируя на эти события, Джон Диттон, поверенный и представляющий интерес более 70 тысяч держателей токенов XRP в иски против SEC, сказал, что этот шаг высшего суда может стать чем-то огромным для всего крипторынка. А в целом любые изменения в этом отношении, связанные с полномочиями SEC и CFTC по регулированию криптовалюты, могут оказать серьезное влияние на судебный процесс SEC против XRP. А домино все падает. И следующей упавшей косточкой стал First Republic Bank. Он стал еще одним американским банком, потерпевшим крах в этом году, поскольку все попытки реанимировать захворавшую компанию не увенчались успехом. Федеральная корпорация страхования депозитов, FDIC, была назначена в качестве ликвидатора, калифорнийским финансовым регулятором, даже с учетом предложения от JP Morgan по активам банка. В своем пресс-релизе компания финансовых услуг подтвердила приобретение всех депозитов First Republic Bank. Это включает кредиты на сумму около 173 миллиардов долларов, а также ценных бумаг на сумму 30 миллиардов долларов. В дополнение к предполагаемым депозитам почти на 92 миллиарда долларов, из которых 30 миллиардов, составляют крупные банковские депозиты. В рамках данной сделки FDIC сообщила, что 84 офиса First Republic Bank в 8 штатах откроются как JP Morgan Chase Bank Национальной Ассоциации. Комментируя поглощение, Джейми Дэймон, председатель и генеральный директор JP Morgan Chase сообщил, «Наше правительство предложило нам и другим начать действовать, и мы это сделали. Наша финансовая мощь, возможности и бизнес-модель позволили нам разработать заявку на проведение сделки таким образом, чтобы минимизировать затраты фонда гарантирования вкладов. Данное поглощение принесет скромную пользу нашей компании в целом, но оно выгодно для акционеров и способствует дальнейшему продвижению нашей стратегии благосостояния и дополняет нашу существующую франшизу». Это событие произошло спустя буквально месяц после того, как так называемые «большие банки» консорциум из 11 крупнейших банков США вложили 30 миллиардов долларов в стабилизацию First Republic. Ситуация вполне однозначна – банковский кризис или так называемая «зачистка банковского сектора» еще далека от своего окончания. NFT Marketplace Blur снова выходит на сцену, и в этот раз выходит по-крупному. В понедельник, 1 мая, ведущая торговая площадка NFT Blur объявила о новом протоколе кредитования невзаимозаменяемых токенов NFT. Платформа под названием Blend предназначена для того, чтобы позволить трейдерам увеличить объем доступной им ликвидности NFT, позволяя покупателям предоставлять залог для своих транзакций с токенами. Потенциальные клиенты, которые ранее были исключены из трейдинга дорогостоящих коллекций NFT, таких как Bored Ape Yacht Club, Loot и CryptoPunk, теперь смогут участвовать в экосистеме в результате этого нового изобретения. Но что же представляет из себя новый NFT-протокол Blend, который запускает команда Blur? Согласно официальной документации проекта, протокол разрешает бессрочное кредитование. Это означает, что суды не имеют заранее установленной даты, когда они должны быть погашены, тем самым позволяя заемным позициям оставаться открытыми на неопределенный срок до ликвидации с процентными ставками, определяемыми рынком. Согласно внутренним деталям работы протокола, заемщики имеют возможность погасить свои кредиты в любой момент, в то время как кредиторы имеют возможность отозвать свои позиции, инициировав так называемый голландский аукцион для поиска нового кредитора по новой ставке. В случае, если аукцион не увенчается успехом, активы заемщика будут ликвидированы, а залог перейдет в собственность кредитора. Помимо этого, протокол Blend предполагает и нулевые комиссии. Blend не будет взимать комиссию с трейдеров или кредиторов и, следовательно, поможет углубить интеграцию бренда Blur в индустрию децентрализованных финансов DeFi. Протокол Blend будет запущен на Blur, когда аирдроп второго сезона подойдет к концу. Это потрясающая новость, особенно с учетом того, что NFT-трейдинг до сих пор остается достаточно маргинальным. И завершает наш выпуск комментарии по рынку от Alessio Rastani, в которых он помимо технического анализа делится своими наблюдениями и по фондовому рынку, от которого, как мы знаем, крипторынок также в большой степени зависит. Давайте его послушаем. То, что акции технических компаний, а также Nasdaq чувствуют себя замечательно, являются очень хорошим сигналом. И S&P тоже. Таким образом, такая ситуация, когда мы ее наблюдаем, является хорошим признаком и признаком силы рынка. Вообще, в целом для рынка. Но есть еще кое-что более интересное. Это связано с моей зеленой линией на графике, которая представляет собой 200-дневное скользящее среднее. Данный уровень является очень важным и критическим для технического анализа, который используют многие аналитики, а также финансовые менеджеры. И обычно, когда эта 200-дневная скользящая средняя начинает разворачиваться вверх, то это становится позитивным сигналом для рынков в целом. Но есть еще кое-что более важное. Я покажу им вам на основании данных у Джейсона Геппорда Сентиментрейдера. Согласно данным Джейсона Геппорда, прекрасному аналитику, процент акций из S&P 500, находящихся выше 200-дневного скользящего среднего, циклично и в настоящий момент прошло путь от менее чем от 5% до более чем 75%. То есть очень многие акции из списка S&P 500, для которых 200-дневное СМИ пошло вверх. И когда такое происходит, является очень хорошим сигналом. По информации Джейсона Геппорда, когда это происходит, то прибыли по данным акциям спустя 12 месяцев после этого события составляют около 16%. Точнее 15,9% — около 16% через 12 месяцев. И вероятность, кстати, этого очень высока. Согласно данным Джейсона Геппорда, это происходило всегда, когда образовывался этот сигнал. Далее Олесио рассказывает, что, конечно же, это не гарантия, это лишь вероятности, и, как обычно, он любит повторять это несколько раз. Но главную позицию и его точку зрения мы с вами услышали. Несмотря на кажущуюся зыбкость под ногами, Олесио считает, что картина для рынка складывается как нельзя обычая. А дальше уже дело каждого из нас — согласиться с этим или нет. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Независимо от того, выберете ли вы шорт или лонг, мы желаем вам удачного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова